Музыка Прошлый год в России был объявлен указом президента годом добровольца и волонтера. Накануне в клубе «Легенда» состоялся молодежный форум «Вектор добра», посвященный подведению итогов работы волонтеров. Посетил форум и глава администрации Кумертау Борис Беляев. На встрече он пообщался с молодежью города, рассказал о своей работе и начале политической карьеры и обсудил перспективы социально-экономического развития Кумертау. Также Борис Беляев отметил важность подобных встреч и участие молодых людей в жизни и развитии города. Сегодня молодежь у нас очень активная, очень мобильная, перспективная. И она, конечно же, знает и уверен я в этом больше, чем старшее поколение, которое было в свое время тоже молодыми. И мне сегодня приятно и хочется, конечно, послушать в том числе и вас, как правильно, как нам строить свою политику, свою работу в том, чтобы наш город развивался хорошо. Молодые люди и девушки могли задать любые интересующие их вопросы. В основном молодое поколение интересовали программы поддержки специалистов, вопросы трудоустройства, а также то, какую поддержку могут получить желающие организовать и воплотить в жизнь свои бизнес-идеи. Одним из итогов встречи стало решение организовать встречу предприимчивых молодых людей с активом предпринимателей города для обмена идеями и опыта. В завершении торжественной части форума отметили лучших волонтеров за развитие добровольческого движения Кумертау и их вклад в хорошие и нужные дела. Среди них студенты, активные молодые люди, семейные пары и волонтеры серебряного возраста. Марину Сафонову можно по праву назвать главным добровольцем Кумертау. Именно она стояла у истоков развития волонтерского движения города. В интервью нашей телекомпании она подвела итоги года добровольца и поделилась планами на будущее. На самом деле он принес нам очень много событий важного характера. У нас был сформирован семейный отряд. Это только тогда в стране начиналось. У нас увеличилось количество серебряных добровольцев. У нас с помощью добровольцев не обходится ни одно мероприятие городского уровня. У нас идет и обучение добровольцев шло, и участие в форумах. И число добровольцев у нас в этом году увеличилось. Только в этом году у нас получено добровольцами 101 волонтерская книжка личная. Поэтому я считаю, что мы завершаем год достойно, завершили достойно. Также Марина Сафонова поделилась мнением о том, насколько важны открытые встречи молодежи с главой администрации Кумертау. Это, конечно, очень важные встречи, потому что очень важно, чтобы глава администрации был открыт. И он знал, что интересует молодежь. И мы могли об этом открыто говорить. И с каждой встречи, мне кажется, они становятся более откровенными, более открытыми. Креативный формат проведения, интересные интерактивные площадки, подарки и благодарственные письма. Молодежный форум «Вектор добра» надолго запомнится молодым людям города. Аналоговому телевидению осталось жить всего 4 месяца. 3 июня будет отключение федеральных каналов во всей республике. И этот процесс необратим. Как не остаться впоследствии перед черным экраном? Этот вопрос обсудили на совещании под руководством заместителя главы администрации Натальи Лапшиной. Отключение от аналога связано с переходом на более качественный формат вещания – цифровой. Телевизоров старого образца становится все меньше. Но многие хозяева даже современной техники не знают, что у них есть цифра. Здесь необходимо разъяснение. В городе, я считаю, проблем нет. Охват у нас стопроцентный, полный. За счет чего? Во-первых, за счет того, что у сильно развитой кабельной сети, я как сказал. И второй вариант – то, что мы с 2016 года, здесь цифра идет, и, соответственно, люди самостоятельно приобретали приставки. Это касается там, где не было охвата кабельным телевидением. Таким образом, проблем у пользователей кабельного и спутникового телевидения не возникнет. В случае, если вещания эфирные, а телевизор не готов принимать цифру, есть три варианта. Купить новый со специальным тюнером, либо приобрести приставку для цифрового телевидения или комплект спутникового оборудования. Для льготных категорий граждан в рамках федеральной целевой программы предусмотрена компенсация на покупку таких устройств. Определены категории. Категория первая – это пенсионеры, которые получают доплату федеральную к пенсии. Вторая категория – это все семьи с детьми, получающие пособия на детей. Вот таких людей у нас 3771 человек. Список получателей льгот уточняется и будет разработан порядок получения компенсации. Об этом планируется сообщить дополнительно. Еще один из важных моментов для перехода – зона покрытия цифрового эфирного телевидения. Как было отмечено, в городе проблем по охвату цифровым сигналом нет. Но сельские местности нужно обследовать. Этим займутся специалисты. Если это действительно та зона, где не охватывает цифровое телевидение, то здесь населению предполагается государственная поддержка не только в форме приобретения приставки, но и вообще целого спутникового комплекта. Предполагается, что спутниковые операторы для таких зон, соответствующих по справке, по какому-то оформлению, будут предоставляться именно этих 20 каналов бесплатно. Переход на цифру позволит повысить качество изображения и звука, расширит число доступных телевизионных каналов. Айгуль Мухамедшин, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Почти ровесница города. В 65 лет Кумертауская ТЭЦ выполняет задачи по генерации тепловой и электрической энергии. Осветить и обогреть целый город непросто, но единственная в регионе угольная теплоэлектроцентраль успешно выполняет стратегическую задачу. Менялось время, менялись и собственники ТЭЦ. Единственное, что остается неизменным, это комбинированное топливо, применяемое для производства энергии. Помимо газа, сегодня в печах сжигается лузга, угольная крошка, так называемый шлам, что позволяет удешевить стоимость конечного продукта. А вот от тюльганского угля предприятие отказалось ввиду низкого качества поставляемого сырья. Там, по крайней мере, нет тех примесей, которые были в угле, которые поставляли с тюльганского разреза. Потому что мы брали пробы и доходило до 60% уголь, который привозили, 60% галька. А это, представляете, вот идет по транспортированной ленте наверх, на подачу по топливу, да? А там стоят вентиляторы, которые, вот лопасти вентилятора разогревается тысяча с лишним градусов. Представляете, тут галька попадает, что с вентиляторами происходит? Мы устали ремонтировать дополнительные затраты, поэтому прекратили. Здесь он идет, конечно, тоже влажный, но мы надеемся, что за летний сезон он подсушится и будет нормально. Применение шлама в качестве вспомогательного топлива позволило в текущем году снизить стоимость тарифа передаваемой тепловой энергии на 10 рублей. Правда, шлам, поставляемый в топку, имеет существенную влажность, что усложняет производственный процесс. Да, идет большая влажность, да, попадаются там вещи, которые, я думаю, ваша съемочная компания, Пускай заснимет вот этот шлама. Мы надеемся на то, что, в принципе, определенный запас сейчас сделали на складах, и все идет топливо, потому что невозможно, вы видели в ролике, это реально наш работник, проталкивают работники, проталкивают этот шлам. Это действительно так, не от хорошей жизни. Но в то же время это дает возможность потреблять меньше газа. Все-таки. Помимо приобретенного у города шлама, Кумертауская ТЭС в перспективе рассматривает возможность использования и местного угля из маячного, а также создания предприятия в Кумертау в качестве резидента ТОСР. Это все планы, но и сегодня секретов о текущем состоянии дел у собственника от города нет. Мы никоим образом не стараемся приукрасить никак ситуацию и сугубить. Мы делаем свою работу качественно и все для пользы города. На самом деле это так. Если возьмете все в купе, вы посмотрите, даже те деньги, которые принесли в бюджет, они пошли только на пользу города. 8 февраля в России считается Днем российской науки. Дата празднования связана с созданием Петром I Российской Академии Наук. В этом году данный день отмечается в юбилейный 20-й раз. Научная деятельность всегда являлась двигателем прогресса для всех стран мира, а также человечества в целом. В этот день принято поздравлять преподавателей, вузов, академиков, сотрудников научно-исследовательских институтов, а также других людей, имеющих отношение к продвижению науки в России. Однако и современные школьники, возможно, будущие светила науки, не остались в стороне от данного праздника. Так в школе номер 3 сегодняшний день прошел под эгидой «Очевидное невероятное». В нашей школе сегодня, в День российской науки, проходит погружение. Называется оно «Очевидное невероятное» и посвящено одному предмету, который с одной стороны очевидный, а с другой стороны о нем можно узнать очень много невероятного. Это яблоко. Ребята, начался день с линейки, на которой ребята получили задания. Сейчас они разошлись по урокам. На уроках они будут получать информацию, которая им пригодится для того, чтобы в конце дня удачно выступить на викторине и защитить проекты. Проекты будут посвящены яблоку. Итак, яблоко. Очевидно, что это фрукт. Но сколько же невероятного он в себе таит? Об этом узнавали школьники на уроках физики, химии, истории, литературы. В этот день школерам была дана свобода выбора, какую из уроков посетить. Преподаватель химии Валентина Федоровна Кудряшова учила ребят опытным путем постигать суть вещей. Вот только что закончился урок химии, и на нем мы узнали, что яблочные косточки содержат йод, жир и кислоты. Эти кислоты очень опасны для потребления в организме в большом количестве, и поэтому больше четырех косточек нежелательно съедать за один день. Каждый урок был наполнен чем-то необычным. Об этом позаботились педагоги. Учитель истории Евгения Анатольевна Зиединова предложила ребятам решать ребусы, исполнить легенды Греции. За каждый правильный ответ команда получала яблоко. В классе мы с вами знакомились с мифами и легендами. Такие-то мифы и легенды касаются богов и некоторых предметов. Вот мы сегодня с вами выясним, как яблоки и мифы вязаны вместе. Завершился День науки большой викториной и защитой проектов, посвященных, конечно, все тому же яблоку. Интересный день сегодня? Да, очень интересный день. То, что самое крутое, самое отличное это то, что мы сами сформулируем свой школьный план, выбрал самые свои любимые предметы. Очень интересно. Елена Камалова, Валерий Козлов, телекомпания «Арис». В музыкальной школе «Аншлаг» после нескольких месяцев репетиций состоялась премьера музыкально-поэтического спектакля «Классика под классиков». Название говорит само за себя. В течение спектакля артисты театральной группы «Суббота» читали стихи поэтов Серебряного века в сопровождении Народного оркестра русских народных инструментов. По словам руководителя театральной группы Радика Бекбулатова, такой формат позволяет в полной мере прочувствовать произведения русских классиков. Мы решили, что ребята у нас очень хорошо читают стихотворения. То есть мы попробовали, просто получили, я их послушал, они рассказали, очень хорошо прочитали. И я подумал, а почему бы не взять? Я спросил у Марины, у вас есть оркестр? Она говорит, да. Ну вот здесь все и зародилось. Проникнуться словами поэтов помогает музыка. На спектакле прозвучали произведения Афанасьева, Мусоргского, Новикова и вариации известных мотивов. Перед музыкантами и чтецами стояла довольно трудная задача – добиться органичного и цельного восприятия спектакля. По словам организаторов, у артистов получилось это сделать. Дети великолепные, хорошие детки. Они, вот у них этот первый такой, видимо, выход на большую сцену, а я считаю, это большая сцена, поэтому у них останется в памяти на всю жизнь. Я не могу сказать, что они профессиональные, но они делали это от души. И видно ведь вам, вот зрителям, вам было видно, что это делается искренне. Случайно встретимся с тобою, улыбнусь спокойно, зайдясь, где ты пойдешь своей дорогой. Хочется сказать спасибо нашему художественному руководителю, это Радику Бекбулатову. Идея пришла в голову ему. Он у нас очень такой креативный, творческий, театральный человек. Мы ее с удовольствием с ребятами подхватили, эту идею, ну и воплотили в жизнь. У нас есть, конечно, тоже творческие идеи, но всех секретов мы не будем раскрывать. В течение театрального сезона молодые артисты еще не раз появятся на афишах города. А значит, те, кто не попал на премьеру, смогут оценить и другие постановки.